Вопрос одной сестры. Вопрос заключается в том, что одна сестра покрылась и из-за того, что она надела хиджаб, ее родители ставят перед ней выбор. Или выбирая хиджаб, или же намаз. Что вы могли посоветовать этой сестре? Естественно, это козни шейтана, который шейтан, лаин, навещает родителям этой девушки. Никакого выбора. Как выбор? Или намаз, или хиджаб. Это одно и то же, что выйдет из религии Аллаха. А то, что касается насчет ответа, уважаемая сестра, знай, что каждый человек будет отвечать за себя. Каждый человек будет один стоять над сиратом мустаким для себя. Один будет стоять, и один будет проходить через сират, через сират, который над огнем. И каждый человек будет в могиле один со своими деяниями, со своими грехами. Не они будут с тобой там сидеть и лежать в могиле. И не будут даже, они еще рака, шарик-ляш, посредниками, они не будут заходить. И ни один из них не будет согласен, чтобы кто-то из них зашел с тобой вместе в могилу. Нет. Не надо им в этих делах покоряться. Ни в коем случае не обманывайся. Даже неудивительно, если ты услышишь от них, они будут тебе говорить, что мы грехи заберем на себя, ты выйдешь из религии, все на нами, будем сами отвечать. Это все ложь. Ложь. Аллах, азвачал, в суратах Анкабут, про этих лугунов уже сказал. Акали левина кафору лиллевина аманут, таби'уу сабилена, ваннах мин хатаякам. Омахум бихамилина мин хатаяхум, иннахум лекавибун. Аллах назвал их алкавибун, лугуны, лжицы. Что в этом аяте говорится? И сказали те, которые не уверовали. Тем, которые уверовали. Им сказали, вы выйдете из религии, все на нас. Мы будем, да, таскать ваши грехи. Аллах, азвачал, все говорит про них. Ва ма хум бихамилина мин хатаяхум, иншейх. Из их грехов они ничего не будут забирать. Иннахум лекавибун. Они лжицы. Судный день, представь себе, ты отманулась. Бросила намаз или хиджаб. Пришла, встретилась. С ними, ха, ну, мама, папа. Обещали, давайте. Таскайте мои грехи. Они будут убегать от себя. Ва ма хум бихамилина мин хатаяхум, иншейх. Мин хатаяхум, иншейх. Из грехов ничего не будут брать они. И они будут сам спрашивают за то, что они клеветали. Понимаешь? Человек должен знать, что эта жизнь короткая. Надо терпеть. Аллах, азвачал, описывает верующего таким образом. Алиф, ламмим. Неужели думают люди, что после того, как они скажут, мы уверовали, мы их не будем испытывать. Мы испытали уже тех, которые были до них. Зачем? Ваятыч говорит, чтобы узнать, кто из вас искренний и кто из вас лжет. Субханаллах. Если, азвачал, азвачал, ты веришь в Аллах. Ты искренна, ты не должна продавать свою религию. Какой бы цене ты ни продала, эта цена дешевая считается. Почему? Потому что Дюня короткая. Уходящая. А дар Ахира, тот день, обеди. Обеди. Да, вечная. А что продавать? Аллах за дар Ахира. Что сказал про них? ИНЕЛЛАЗИНЕ ИШТАРУНА БИААХДИЛЛАХИ ВААЙМАНИХ МТАМАН КАЛИЛА. УЛАИКЕ ЛАХАЛАКА ЛАХМФИЛ АХИРА. Те, которые продали свои обещания. Ахт феймам. Обещание. Обед, который дали Аллаху, что они взошли в религии и будут в религии оставаться. После этого они продали это. Да? УЛАИКЕ ЛАХАЛАКА ЛАХМФИЛ АХИРА. У них нету никакого места в Ахира. Ничего нет у них. Абсолютно. Ахира. ЛАХАЛАК. Насиб. Нет у них ничего общего. Из Ахирата. Не закончился Айдет. ЛАХАЛАКА ЛАХМФИЛ АХИРА. ВАЛАЮКЕЛИМУХМУЛЛАХ. Аллах сказал, он не будет с ним разговаривать. ВАЛАЯНЗУРУ ИЛЯХИМ. И не будет на них смотреть. Сказали ученые. НАФРАТАР РАХМА. То есть Аллах сказал, будет их видеть. Но не будет на них смотреть, как смотреть на верующих. Как их простить. Не будет этим взглядом смотреть на них. То есть не будет на них смотреть, чтобы простить. ВАЛАЯНЗУРУ ИЛЯХИМУЛЛКИЯМАТИ. Не закончился. ВАЛАЯЮЗАКИХИМ. И не будет их очищать от грехов. Еще не закончился Айд. ВАЛАЯХМ АЗАБУН АЛИИМ. И ждет мучительное наказание. Это те, которые верили, потом продали веру. Пускай пьют. АЛХАМДУЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛА. АУЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Я сказал бы этой сестре, родная, уважаемая, знаете что? Каждый верующий это испытывает, когда приходит в ислам. То есть, может быть, вы это не видите, не чувствуете, это для вас скрытно. Но каждый верующий, у него в жизни бывает что-то подобное этого. В Аллахе, я помню в своей жизни такие вещи, просто не хочу рассказывать. Очень страшные испытания были. Ахамдилиллах, вы думаете, все, у себя турабов сразу пришел и начал уроки рассказывать, так легко. Если вы знали, как мне сложно было, когда я был один 16 лет назад, если знали, что меня ждало, что мне делали, когда в религия зашел один, и никто это не признавал, так все легко, сабр. Поистине, самый хороший конец будет для верующих. Еще раз напоминаю всем братьям и сестрам, что Аллах приказал нам ухаживать за ними, хорошо, и уважать их им, да, но не разрешил нам покоряться им в тех делах, когда они против Аллаха идут. К этому дали сурат Лукман и сурат Аль-Анкабут, и другие суры можно привести пример, и суры дали много. Потому что Аллах сурат Аль-Анкабут в Коране сказал, сурат Лукман, «Ва вассайна ли инсана би валидейхи Ихсана», «Ва вассайна ли инсана би валидейхи». Мы поручили человеку и его родителям, ему поручили то, как васия, то, как аманат оставили. Да, как оставили доверен, да, аманат, васия сделали родители над своими детьми. То есть это васия Туллах. Потом Аллах сурат Аль-Анкабут описывает, как они над нами старались, как они кормили молоком и ухаживали за нами, и все. После этого Аллах же сказал, что, когда напомнил их права над нами, он сказал, «Если они прикажут тебе предать сотоварищей меня кого-то, не покорясь им в этом». «А в мирских деяниях обращайся с ними хорошо». «Илия марджиуكم». «Потом вы все ко мне вернетесь». «Потом я все». Да, Аллах уже сказал, что раскроет все, к чему должно было быть. Здесь, в этом аяте, пример родителей гайра мусульмин, из мучриков. Они приказывают ширк или куфор. Как пример, родители приказывают бросать намаз и веру, и ругают Аллаха, и Пророка, и Дин, и Аллахмиллах. В этом нельзя покоряться им, ни в коем случае. Но одновременно надо, что терпеть и не отвечать на них. Грубо и кричать. И одновременно надо, что? Ухаживать за ними хорошо. В других мирских деяниях. Хорошо. Кормить, поить, одевать, смотреть над ними. И так. Ну, в этом деле, ни в коем случае нельзя покоряться. Хорошо, вопрос. А что делать? Алхамдулиллах, от вопроса ясно, что сестра в данный момент фи халата щидда. Истрады щидда тхаландадар. В страшном состоянии щидда. Усибят халандадар. В беде. Да, она в беде. Ясно. И вопрос это ясно. Что она сейчас в беде. Правильно? А те, которые попали в беду, Что про них Аллаху Субхаму Тааля Ламин Сураси сказал? Амман юджибу алмуттарра иза дааа. Тот, который попал в беду. Кто отвечает на них, не дуа. Помимо Аллаха. Амман юджибу алмуттарра иза дааа. Скажи, есть ли другой Господь, помимо Аллаха, Который отвечает дуа тем, Которые попали в беду. Амман юджибу алмуттарра иза дааа. Векши фуссу. Векши алькум хулафа аль ард. Айлах ма Аллах. Или у них есть другой Бог, Кроме Аллаха, Который отвечает им во время беды. Пауз, имама Пауз, Величайший ученый, Рахима Аллах, который видел Более семи сподвижников пророка Саусам. Когда он пришел к одному больному человеку, Этот больной человек увидел этого человека, Сказал, о имам, Я абдиррахман, сделай мне дуа. Он расселился на него. Сказал ему Тауз, Сам себе дуа делай. Разве не знаешь, Аллах принимает дуа От тех, которые в беду попали. Ты сейчас в беде, Ты в болезни сейчас. И этот аят прочитал. У дуа линавсик, Фа инна Аллах юджибу аля мэн, Фа инна Аллах юджибу аля мэн, Асабаху дарра, Амман юджибу муддарра, Иза дара. Возьмите Аллах, Аллах, Принимает от тех, Которые попали в беду. Это первое навещание. Этим сестрам и братьям тоже. Второе навещание. Пора держаться за джамаат. Если будешь часто в джамаате, Аль-Хамду лиллах, Вера будет укрепляться, Насколько сильно, Что эти козни для тебя будут казаться, Как подарки дневные. Аль-Хамду лиллах. И Аллах, правда, будете облегчать. Потом читай Коран. Не глазами, сердцем читай. Читай кыса с аль-Анбия. Истории пророков. И те, которые были бы в их времена. Читай сияр. Истории пророков. Были женщины, Которые намного сильнее были испытаны в вас. Кто они? Супруга Ферауна. Как быстро вы забыли ее. Эта супруга Ферауна, Она Супруга самого дорогого, Самого богатого человека в свое время. Правильно? Где она сидела? Она сидела на троне. Который трон таскали люди. Рабы. Правильно? Махали веером. 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 Веером, да? Кушала что? Сладости. И Бахором все делала. Удивилась? Нет. Душилась. Бахором, да? Вот. Она эту жизнь поменяла на что? Когда она услышала про Муза, Али-Иссалам ее религию. Она приняла эту религию. Она знала, что Фераун не принимает другого Господа, кроме себя. Если ее муж узнает про это, от зависти, хасад, и Кибердж и Турьян, который у Ферауна, он что сделает? Ее на части. Разрубить. Разрубить. Она знала все это. И Фераун, когда узнал, она не вышла из религии. Даже не подумала. Фераун начал испытывать. И сильно любил Фераун ее. Но она не отвратилась от своей религии. Даже до чего произошло, что уже Фераун решил ее резать на куски и завязывать на кресты. И бить сильно до смерти. Ей было насколько тяжело, что Аллах показал ей рай она еще в этом мире. И она сделала дуа. Как сказал она в своем дуа? Да. И Аллах тогда приводит пример верующим. Пример кому? Верующим супругу Ферауна. Субханаллах. Супругу Таги, Аль-Кафир, ее супруга, пример для верующих. И сказал она, «О Господь мой, построи мне дом рядом с тобой в жаннате». «И спаси меня от его учеников, которые заломы. Потом другая там женщина есть. Это женщина, которая расчесывала волосы дочерям ферауна и супруги. Когда она расчесывала волосы дочерям ферауна, один раз расческа упала. Она пофитра, то, что сказала, подняла расческу, бисьмиллях. Да, как говорится, обгорела, да? Продалась. Спалилась. Спалилась, да? Спалилась. Сама себя продала. Она взяла расческу, которая упала с волосы дочери ферауна и взяла, бисьмиллях, взяла расческу. Это ферауниша, маленькая девочка. Посмотрел на нее, сказал, «Ты имел в виду отца». То есть ферауна. И фернон сказал, «Я не знаю вам другого Иллаха, кроме меня. Я ваш Аллах». В другом аяте, «Я ваш самый привычный, Господи». Да? Это маленькая, дочери фернона сказала, «Ты имела в виду отца». Что сказала эта женщина, которая причесала волосы? Сказала, «Нет». А кого ты имела в виду? Она сказала, «Я имела в виду Господа, Мусы и твоего отца». Да? Спанала. Что это змеянаша сказала? «Отец знает». Она сказала нет. Пойди сказать. Смотри, какая она щедрая, стойкая. Иди, скажи. Как иди, скажи. Она, Субханафирон, тебя зарежет. Живьем зажгет. Иди, скажи. Она не думает, что ее ждет. Субхана Аллах. Эта змеянаша пошла и сказал отцу, «Папа, оказывается, в твоем дворце есть люди, которые другому Господу верят, другому Богу поклоняются». Да, Ильяи Муса вахарун. Рабби Муса вахарун. Фирон позвала ее, уточнил все. Все было истинно. У этой женщины были дети. Фирон приготовил большую кастрюлю на огне и в кастрюле масло. Кипит. И начало ее детей один за другим бросать в масло кипящее. Перед тем, как бросит, Фирон испытывает мать. Она не отвращается от религии Аллаха. Таухид. Бросает масло первого ребенка. Так как только ребенок попадает в масло, сразу же кости поднимаются наверх. Моментально. Субханаллах. И она терпит. И так других детей. Так до конца даже пришло время до нее, ее тоже бросили в огонь. Пророк саламу хадис миарадж ис-сахихейн ис-срах сафари когда возвысился возвышение миарадж почувствовал мюшк прекрасный запах. Мюшк который произошел подобное никогда не слышал нигде в жизни. Спросил о джибрин что это за запах сказал это запах этой женщины и ее детей у Аллаха. Субханаллах. Твои родители все-таки не шерон не будут куски резать. Наверное в огне тоже не будут тебя бросать чтобы закипела не до того альхамдуллах. Да испытано мы не такое же время фатологи забьют синяки ничего альхамдуллах дорожат дорожат альхамдуллах. Таким образом Аллах испытывает своих приближенных авлия Аллаха. Альхамдуллах. Если сестра моя у тебя экзамен такой немножко сильный значит что у тебя есть цена что экзамен твоя чем-то подобает или похожее на экзамен тех которые были до этих алхамдуллах. Как быть вопрос вот как решать как ей помочь джама найди себе подруг из верующих очень сильных верующих выходи из дома и часто быть с ними пускай они тебя укрепят ходи с ними вместе идите читайте Коран читайте читайте сера сидите на уроках чтобы когда ты возвращалась домой чтобы тебя избивали чтобы вера была сильная и не забудь что это временно сейчас шатан издевается над ними да когда они увидят что они не могут с тобой ничего сделать они отстанут в Аллахе отстанут это не первая история которую ты мне пишешь письмо в Аллахе в протяжении 16 лет как часто мы слышим эти вопросы и когда сестры альхамдуллах амаль действия действия то что именно сейчас делаем альхамдуллах натижа результат будет прекрасный правда у нескольких разной сестра с которой год продлился сестра два года сестра пять лет сестра у которой было несколько месяцев это смотрит шейтан насколько падает падает духом падает духом понимаешь сейчас шейтан над ними работает они забыли свои чувства родителя над детьми да но иногда родителя как бы ой анаш просыпается пробуждаются пробуждаются просыпается как я бью своего ребенка что я животное что ли зачем я бью что она сделала спанала зачем понимаешь иногда чувство матери галли побеждает она уже против все это идет сама родительница и сам родитель это много это не первая история которая с вами происходит мы все это пережили через ваши сестры через ваши братья которые из-за были читайте сира истории пророков до истории праведных людей которые испытаны ходите сестрами уважаемые сестры будьте тесным кругу с сестрами альхамду лля и самое главное самое главное самое первое крепко держите за дуа вау вы сильны они очень слабы смотря кто на вашей стороне аллах который держит вселенная на вашей стороне и вы боитесь субхан аллах чего шитань который дует над родителями его давай избивай вау быть может не удивляйся придет время когда эти родители придут в ислам я знаю одного человека который родители били ради ислама били в намазе когда он попадал сажда его били ногами над головой и он сажда ему запрещали брать омовение эти родители потом пришли в ислам вы поверите это есть это факт просто не хочу назвать эти человека чтобы не обидеть их родителей так как они сейчас верующие эти родители пришли в ислам правда много время прошло иногда вас фанта даже приводит в ислам надо собрать делать надо делать это иншаллах был ответ на этот вопрос власть фанта лечит файд на улице хадов салла лан мхаммад и муаля али сахар